Этой осенью Архангельский учебный поисковый центр отмечает пятилетний юбилей. Поисковики ежегодно проделывают колоссальную работу, возвращая истории имена забытых героев, ведя поиск родственников, тех, чьи боевые медальоны удалось обнаружить на полях сражений. О большой семье архангельских поисковиков расскажет Вероника Смолякова. Изучение истории, строевая подготовка, увековечивание памяти. Ежедневная работа Архангельского учебного поискового центра. Дочка Анны Вяловой на занятия ходит уже семь лет. За эти годы Анна из ответственного родителя переросла в незаменимого помощника организации. Все идет от детской роты бессмертного полка. Когда она была организована, мы маленькая девочка, у меня Эмилия, пять лет, они ходили с ветеранами за руки в бессмертном полку. И через это мы узнали об этом центре и, соответственно, начали ходить. Педагогам себя не очень сильно считаю. Мне больше нравится все-таки быть на уровне помощника, который дает, что это может дать, какие-то свои знания, умения и дать детям какое-то, не знаю, настроение. Сама Эмилия на занятия ходит с удовольствием. Здесь не только полезно, но и интересно. Друзей здесь у меня очень много. Мы со всеми дружим. У нас одна команда. Каждый друг друга готов поддержать. Сюда хожу, потому что здесь сплоченный коллектив. Из курсантов-инструктора, из родителей-педагоги. Центр объединяет преподавателей, семьи и, главное, детей. Один из важнейших принципов в работе – преемственность поколений. Сейчас у нас около ста детей занимаются в нашем центре. Это не только на территории города Архангельска, но и на территории Архангельской области. Занятия проходят у нас ежедневно. Ежедневно у нас занимаются церемониальная группа, военно-поисковая, поисковая, детская рота, группа огневой подготовки, клуб самодеятельной песни. А также еще у нас есть свой палаточный лагерь. В центре есть место и творчество. Номера, созданные ребятами, занимают первые места на всероссийских и международных конкурсах. Сейчас в центр приглашают заниматься всех желающих школьников с 1 по 11 класс. Вероника Сморякова, Евгений Зыков, Регион 29.